Всем привет, ребята! Меня зовут Юлия и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам расскажу 10 фактов об итальянцах. Я здесь проживаю уже 4 года. Возможно, конечно, мое мнение ошибочное и в дальнейшем оно изменится, но на данный момент это так и в принципе мое мнение может отличаться от вашего. Поэтому, если вам интересно послушать эти 10 фактов об итальянцах и также вам, возможно, интересно посмотреть на город, который называется Колика. Он находится на озере Кома, где мы находимся сейчас. Здесь огромные горы со снегом и с оболбенными видами. Если все вам это интересно, то, пожалуйста, продолжайте смотреть. До скорых встреч! Итак, ребята, факт номер один. Итальянцы очень любят пить кофе. В основном они предпочитают эспрессо, но по утрам они не брезвают выпить и капучино. Завтрак итальянца состоит или же просто из кофе, или же это будет кофе и бриошь или с кремом, или с каким-либо вареньем. Редко кто закажет какой-либо свежевыжатый сок. В основном завтрак выглядит так – кофе и бриошь. Для итальянца это не просто попить кофе. Для него это также повод пообщаться с барменом, пообщаться с друзьями, сходить на перерыв на работе. Если есть какой-то автомат на работе, бесплатный с кофе, как у нас, например, то итальянец любой может выпить кофе и пять раз в день. Почему бы нет? В общем-то, как я заметила, что они пьют кофе, для них это в принципе как вода. Они завтракают кофе, обедают кофе, потом перед ужином, после ужина. У них уже, по-моему, выработалась эта генетическая устойчивость к этому напитку. Ну, как бы, не знаю, и в принципе сердечно-сосудистая система довольно-таки крепкая. Я думаю, это зависит, конечно, от генетики. Так что такой интересный факт номер один. Мы вообще сегодня хотим попасть в резервонатурале. То есть это, они так часто называют итальянцы, какие-либо парки с нетронутой природой. То есть там какие-то поляны, деревья. У них это уже будет называться парк. Мы обычно называем парком то, что где есть лавочки, что-то оборудовано и так далее. А у них именно резервонатурале, то есть что сохранилось в первозданном виде. Это обычно охраняется. Нельзя там мусорить, ничего нельзя. Нигде нельзя мусорить, конечно. Но там это именно зоны особенно охраняемые. И потому, да, мы направляемся туда. Нам нужно проехать будет примерно 15-18 километров от Колика. Факт номер два об итальянцах, итальянцах и итальянках, я даже бы сказала. Они очень-очень следят за своими волосами. Они ходят постоянно в парикмахерские. Это касается и мужчин, и женщин. Женщины в основном каждые выходные ходят в парикмахерскую. Они делают укладку. Или же раз в месяц они делают какую-либо стрижку и покраску. Мужчины также делают стрижки. У них постоянно тоже какие-то укладки. Ну, в общем, конечно, это смотрится красиво. Например, у меня на работе есть очень много молодых людей, которые с бородой. Ну, это такой тренд. Это, в принципе, в Украине и в России есть этот тренд. У них постоянно выстрижены аккуратно эти бороды. У них постоянные стрижки, выбриты височки. Все подстрижено, все аккуратненько. От самых бровей до пяток. Ох ты. Ничего, не порезок, как лазер. Ох ты, новый день. Лазер, понимаешь? Да, что-то рановато я родился. Я всегда кусты не особо любил, если честно. Серьезно? Да. Я не против. Ну, в принципе, вся молодежь, молодые мальчики, все выстрижены, все аккуратные, ухаживают за собой. Женщины, в принципе, в любом возрасте здесь, что 20 лет, что 30, что 50, что 60, даже бабушки в парикмахерской вы увидите. Бабушки, которым по 70 лет, это бывают такие случаи, они ходят в парикмахерскую, делают укладку, выходной день, такой вот у них ритуал. Потому, да, этот факт мне очень нравится, и нам, конечно, стоит поучиться у них этому. Итак, ребята, факт номер три. Итальянцы обожают делать татуировки. Они делают не одну, не две татуировки, а 10-20 татуировок. Точно так же приведу вам пример моих коллег по работе. У меня есть много молодых людей, но что еще интереснее, и девушки наравне с молодыми людьми делают татуировки. Еще такой факт, что итальянцы делают не черно-белые татуировки, они обожают делать цветные татуировки. То есть буквально все руки в цветных татуировках, какие-то розы, какие-то женщины, грудь, не знаю. Часто девушки делают татуировки каких-то бантиков на ногах сзади. Буквально они носят короткую юбку, а потом типа два таких бантика, это модно. Это нация, которая помешана на татуировках. Я знаю даже такие истории, где есть какие-то модные тату-салоны, где запись туда идет даже на полгода. В Милане, допустим, да, естественно. Это фэшн-столица, понятное дело. То есть каким-то известным мастерам запись идет на полгода. Но у каждого второго итальянца, вне зависимости от возраста, вы найдете какую-то татуировку. Пусть она будет даже одна, но она будет. Потому такой факт, конечно, да. Сейчас мы приехали в этот прекрасный город Колика. И здесь есть точно такая же, ну как точно такая же, просто здесь есть писта чиклабеля для велосипедистов маршрут. И самое что интересно, не знаю, это правда или нет, но здесь стоит вывеска, что он предназначен для олимпийских атлетов. Вот такая вот вывеска. Писта чикла педонали атлети олимпичи э дзурри де талия. То есть это для пешеходов. Пидоны на итальянском это пешеход. Немножко у меня ассоциируется с бидоном, как у нас. Пидоны это пешеходы на итальянском. Здесь могут гулять пешеходы и здесь могут ездить велосипедисты. Сейчас поедем и посмотрим, что там интересное будет. Факт номер четыре. Итальянцы очень гордятся своей национальной кухней. Они считают ее, или не считают, возможно так и есть, достоянием ЮНЕСКО. Я не знаю, мне кто-то это говорил, я не уверена. Но когда они приезжают в какие-либо другие страны, допустим, они делают свои посты в инстаграме. И, допустим, они добавляют пиццу, они добавляют какие-то там, я не знаю, их не равиоли, допустим, с Японии, откуда угодно, с Америки. И, скажем так, они даже, в принципе, обсирают, обсирают они. Что это такое? Вонючее дерьмо? Я хотел что-нибудь получше. И когда они ездят в Америку, когда они ездят в Японию, в любую другую страну, они добавляют фоточки в инстаграм, кофе, американо или же фоточки эспрессо, когда в той же Америке, если в Италии вам нальют эспрессо столько, в Америке вам нальют вот столько, это в Америке будет эспрессо. Они добавляют и пишут, что это акваспорка, то есть они называют это эспрессо грязной водой. Ну, вообще, американо они называют грязной водой. У них приняты шутки над кухней других стран, которые пытаются, как бы, делать по-итальянски ту же пиццу, ту же пасту, ту же кофе эспрессо. Они знают, что они делают лучше, и, скорее всего, это так, я соглашусь с этим. Но шуточки по этому поводу они любят и приветствуют. Если вы поддержите разговор, что итальянская кухня самая классная в мире, они поставят вам ланчик однозначно. Короче, мы находимся здесь, и нам нужно вон на то озеро. Ну, здесь есть писточек лабели, которая идет вдоль речки, но она идет совершенно в другом направлении. Она идет туда дальше, и она очень манит, чтобы по ней поехать. Вопрос, куда она идет? Ну, да, но она идет... Возможно, она идет на Тирана, где уже Швейцария-то недалеко. Мы там вообще в Швейцарию собирались. Ну, да, но ничего не сложилось. Но мы-то хотим туда, на то озеро. Мы пока не знаем еще. И придется нам ехать все-таки туда, потому что мы хотим туда. Сейчас надо посмотреть по карте, куда ведет эта дорога велосипедная и куда ты приедешь. В Кампас Спортиво, да? В Тирана ты приедешь. Смотрите, ребят, если вы хотите доехать с этого места до города Тирана, здесь ехать ровно 70 километров. От этого города там буквально, я не знаю, сколько километров, и вы уже будете в Швейцарии. Я так понимаю, что это Сантьера-Валтеллина. Скорее всего, все 70 километров вы будете ехать. Здесь есть несколько остановок. Ты ездишь 14 километров до вот этого города. На велосипеде, я так понимаю, можно добраться. В том, как там, Сондрио 40. Но до Тирана 70 это далеко. И, скорее всего, это остановки поезда, если я не ошибаюсь. Остановиться, если ты устал, сесть на поезд и поехать назад домой. Вот мы открыли еще один обалденный по ходу маршрут. Но это маршрут уже, конечно, не для слабаков, потому что ехать 70 километров только до Тирана. Вот, ребята, о чем я вам говорила. Вот он, этот маршрут. Вот они, где мы, Колика, мы приехали. И вот она, красная дорожка. Вот он, город Тирана. Мы вначале планировали ехать сюда. И здесь всего ничего до границы со Швейцарией. А вот здесь есть маршрут, вы можете дальше поехать. Это еще Италия, это Бормия. До Бормия будет вам здесь 100 с чем-то километров. Ну, для велосипедистов, профессиональных, которые этим занимаются, они легко проезжают 100-150 километров в день. Ну, пока еще непрофессиональные велосипедисты, но мы стремимся к этому. Такой вот классный велосипедный маршрут. В общем, ребята, мы не поехали к тому озеру на резерву натураля, потому что мы проехали буквально, не знаю, 500 метров. Там просто от этого разветвления, которое мы вам показывали, там идет к этому озеру наверх. Там идет просто автострада. И если бы там ездила одна машина, две иногда проезжали. А там просто поток машин, который беспрерывный поток, и они едут там 70 километров, я не знаю, сколько, 80, 100 едут. В общем, не знаю. Там ездят, конечно, велосипедисты. Если вы велосипедист, который со стажем, или вы пацан, который, он как Сашка просто мой, он не боится ездить, а то, пожалуйста, едьте туда. Но я сказала, что я дальше не поеду, я не хочу, мне страшно. В общем, я не люблю ездить по таким оживленным автострадам. У меня начинается руль, в общем, трястись, короче, фигня всякая начинается. Поэтому мы развернулись, поехали назад, и мы сейчас уже приехали, я не знаю, сколько, возможно, 5 километров. Мы едем сейчас маршрут, который я вам показывала, до Тирана. Это велосипедный маршрут, просто дорога асфальтированная, пока что все идеально вдоль полей. И да, потому мы едем этот маршрут и посмотрим, что будет дальше. У нас план доехать до ближайшего городка, там есть остановка поезда. Если мы не устанем, мы поедем до следующей остановки поезда. Ну, как я сказала уже ранее, вам на развилке, до этой развилки, до города Тирана, который граничит уже со Швейцарией, если что, на минуточку, 70 километров. Навряд ли мы, конечно, сегодня проедем все 70 километров, возможно, мы проедем 30-40, посмотрим, как получится до остановок ближайших. Просто погода сегодня тоже не слишком солнечная, мало ли, чтобы нас где-то дождь не накрыл. Потому будем держать вас в курсе, не переключайтесь. Итак, факт номер пять. Итальянцы, они очень-очень дружелюбная нация. Они любят потусоваться, позависать с друзьями в барах. Они дружелюбные, с ними, в принципе, легко завести общий язык. Вам будет достаточно всего лишь пригласить итальянца на чашечку кофе, на работе, даже пойти на кухню, выпить кофе, поболтать, он с удовольствием согласится. Но также есть какие-то плюсы и минусы этого дружелюбия. Если вы, допустим, не любите что, если нарушают ваше пространство личное какое-либо, вам явно не в Италию. Потому что буквально при первой встрече у итальянцев традиции они целуются два раза или здороваются за руку, потом они целуются, уже обнимаются. На юге это все более гипертрофировано, умножайте это все на два. Ну а так, в принципе, дружелюбные, открытые, веселые, разговорчивые. Все эти прилагательные можно отнести в итальянцев. В принципе, поэтому да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это факт, кстати, номер 6. Очень развит велоспорт. Итальянцы обожают кататься на велосипедах сами или с семьей, с женой, с детьми. Они просто выезжают и катаются. И самое, что интересно, они строят оборудованные дороги, они строят мосты через реки. И все это велосипедные маршруты. И они все бесплатные. Пожалуйста, для вас приезжайте и катайтесь. Этот маршрут, который мы сейчас делаем, он продолжительностью 103 километра. Когда мы начинали, я вам показывала вначале это видео Колика, город, куда мы приехали. Там была надпись, что это олимпийский маршрут и т.д. и т.п. Вот этот маршрут. До определенной точки вы проезжаете 5 километров. Начинается маршрут 105 километров до Бормя. Это идет вообще маршрут в горы. И у меня такие предположения даже. Знаете, что этот маршрут будет идти полностью обустроенный. Если вы посмотрите здесь, смотрите, здесь полностью сделан новый мост. Полностью сделан новый мост и полностью асфальтированная дорога. И все это делается для велосипедистов. И все это бесплатно. Потому да, Италия это велосипедная страна. Они обожают велоспорт. И это факт номер 6. Ребята, факт номер 7. Итальянцы обожают аперитивы. Любой итальянец для своего аперитива он закажет бокальчик или красного, или белого вина. Или же он закажет в основном спицепироль такой напиток. Потом, что еще? К этому аперитиву зависит от бара, конечно же. Насколько дорог этот аперитив. Вам могут принести или просто какую-либо пиццу, порезанную кусочками. Или вам могут принести прям такую шикарную нарезку из прошутокруда, из прошутокотта, из различных сыров. То есть уже будет зависеть, куда вы пойдете делать этот аперитив. В какой-то барчик такой самый простой, или в какой-то ресторан сделать аперитив. Итальянцы ходят на эти аперитивы для того, чтобы посидеть с друзьями, встретиться, поболтать. Пойти сделать какой-либо аперитив, это стоит дешевле, чем пойти полноценно, допустим, пообедать или же поужинать в каком-то ресторане. Поэтому многие как бы экономят, в принципе, недорого. Посидел, поболтал, бокальчик, вина выпил, прошуткой закусил и нормально. Поэтому да, это их такая вот национальная черта, постоянно делать эти аперитивы. Пятница, вечер, это вообще святое. Суббота, воскресенье, выходные дни. В общем, мы продлеваем наш маршрут еще на 30 километров. Мы направляемся в город или Сондра, или Сорби. В общем, я немножко подзабыла, как он называется. Мы вообще туда не собирались. Но так как только 2 часа дня, мы решили, мы вообще собирались на наш поезд на 5 вечера. Потом у нас есть еще 3 часа, чтобы проехать 30 километров. Заезжаемся дальше-дальше, вглубь горы. Здесь уже довольно-таки прохладно, но при этом солнце довольно-таки яркое. Здесь такая вот обалденная речка, она горная. Наверное, скорее всего, холодная. Ну, виды, конечно, шикарные, красивые. Здесь дома, которые расположены просто на горе. Сейчас вам покажем на минуту. Просто эти дома, они в облаках. Здесь люди, конечно, наверное, выращивают виноград. Или просто на пенсии живут. Не знаю, что-то делать. Отдыхают. Больше тут делать нечего. Направляемся дальше. Ну что, Юль, расскажи. Нет. Какой классный велосипедный маршрут ты предложила? Говно вообще. Как это говно? Вид шикарный. Как говно. Где говно? Вообще жесть какая-то. Во-первых, мы ошиблись с дорогой в поиске Синтьера Валтеллина. И сейчас мы встретим женщину, которая нам подскажет верный путь. Закрыто. Дорога закрыта. Как мы можем добраться до Сордио? Вы должны спуститься вниз, пройти к мосту и ехать по дороге. И потом будет Синтьера Валтеллина. Закрыто, потому что делают тоннель и больше там нельзя проехать. Повернете налево, пройдете по мосту и дальше по дороге. Но Синтьера Валтеллина начнется не сразу. Вы должны будете немного проехать. Но потом дорога будет более длинной. Если вы сейчас подниметесь вверх, вы увидите туннель. Да, потому что там действительно стена из цемента. Клява, наверх нельзя, отлично. Наверх нельзя? Это хорошо, что наверх нельзя. А вниз можно. Но я не знаю, а что. И там походу вообще какая-то мост, надо переходить мост. Вот тот мост, который далеке. А потом что? Она сказала, что есть снова автострада. Ну вон автострада идет, но там может быть и можно доехать на велосипедах. Просто что это возвращаться сейчас километр обратно. Ну а что делать, другого варианта нет. Ну да, ладно, поехали туда посмотрим по карте. И потом там Синтьера, вот эта дорожка, которая велосипедная, велосипедная. Она называется Синтьера? Да. Синтьера Валтеллина, по-моему. Да, понял. Ладно, все, понял. Хорошо, что нам эта женщина встретилась. А то мы сейчас тут на 3 тысячи бы на 4 поднялись нормально. Да, на 9 сразу кавереста. Ребята, как вы уже видели, мы встретили тетеньку итальянку, очень добрая. Она здесь в общем местная жительница. И она нам подсказала, что если бы мы сейчас еще пошли дальше в гору, там строят туннель, и там тупо был бы тупик для нас. Мы бы просто зря прошли. Поэтому наш маршрут, нам нужно вернуться назад, в тот мост. Я не знаю, тут километра 2, наверное, до него. И уже с этого моста, там еще километра 2 до нашего города, где находится HD вокзал, откуда мы поедем. Поэтому да, такая вот ситуация сложилась. Конечно, можно было, она нам объяснила, что вы... Ну, суть в том, что мы едем домой, мы не доехали до нашего города Сонгрио, до которого мы хотели. Да. Вот, кстати, наш поезд проехал. Он тут проходит как раз. Ну да, он поехал в Сонгрио. Да, в Сонгрио. Можно было бы поехать... Потому что это нужно было вернуться туда, где-то километра 2 отсюда проехать, по мосту, и всю эту дорогу опять сюда ехать по автостраде. На автостраде Юля очень любит ездить, поэтому мы туда и не поедем. Да, я очень люблю ездить по автостраде. Ну и плюс к тому, у нас время, в принципе, впритык. Не факт, что мы бы успели доехать до этого с Сонгрио. И потом опять рисковать ехать домой с Милана до нашего города ночью, как это было в прошлый раз. Мы не хотим. Ну, в любом случае, я человек, который боится высоты, это раз. И два, человек, который, в принципе, начинающий велосипедист. Ну и так, мой рекорд уже 70 километров, поэтому я и так права. Оставим мне лайк. У нас привальчик здесь небольшой, напротив театра какого-то. Ну, кажется, в типичном городке итальянском в горах горном. Да, красиво. Чемно, там под часомчик вообще. Красавчик. Ветерок надул. Красавчик, да. А, наше это. А, прагу, прагу. Принесли нам наши капучино. И такие вот рогалики по евро. Цена, в принципе, нормальная. Обычные, стандартные цены. Да. Стандартная цена. Здесь городок, даже есть банки. Здесь какие-то есть достопримечательности. Мы пойдем и посмотрим. Вот тебе, пожалуйста, о прошлом видео про капучино. Капучино руб 30. Вот это нормальная цена. Рубль 30, ну, евро 30. И постичинки вот эти поела. Это нормальная, без накруток, лишних. Цена за капучино. Да, да, такие есть. Все, что дороже руб 50, это уже, значит, вы находитесь в туристическом месте. Где за счет туристов зарабатывают бомбос. Ну, мы отдыхаем здесь уже в кафешке. Ребята, факт номер 8. Итальянцы очень любят собачек. Собачек разных пород, разных видов, разных размеров. Я когда приехала в Италию, я немножко вообще этому удивлялась. Потому что у нас есть собаки, да, люди гуляют с собаками. Но не такое количество. Здесь буквально собаки, я не знаю, у каждого пятого есть собака. И он с ней гуляет. Носит эти пакетики, чтобы собирать все за ней, что она там на улице сделает. Потому все стараются убирать за животами, за своими. Невоспитанные, конечно, не убирают. Но факт остается фактом, что итальянцы очень любят собак. Они относятся к ним как к детям. Если они их видят на улице, начинают их няшкать. В общем, я собак сама тоже люблю. Да, такой вот интересный факт. Ну, а мы сейчас сидим здесь, отдыхаем. И собираемся поехать здесь, последовать немножко этот город. Марбеллия. Марбеллия. В общем, да. Сзади меня Педретти. Сзади меня находится театр Педретти. Здесь все Марбеллия, Педретти. В общем, мы в Италии. Поедем, поисследуем этот город. Ждем наш поезд. У нас здесь поезд проходит в 4, в 5 и в 6 вечера. Ну, мы можем здесь гулять до 6 вечера. У нас есть время. Предпоследний факт, ребята, об итальянцах, это то, что они очень-очень любят загорать. Сейчас как раз это актуально. Мы сейчас находимся на горе. Не знаю, какая высота. GPS мы приложение не установили. Но, в общем, по саку как-то. Итальянцы очень любят загорать. В особенности это касается женщин. Но мужчины тоже не брезгуют этим. Они также не брезгуют пользоваться автозагарами. Что было бы, скорее всего, даже более лучше для кожи. И, наверное, полезнее, скорее всего, чем солнце. Потому очень часто вы встретите итальянца загорелого, морщинистого. Это, скорее всего, будет женщина. Но я вижу эту ситуацию так, что они при любом возможности, куда-то они едут в горы, просто на пикник, они ложатся там и загорают. На море это понятное святое дело, позагорать, конечно же. Но при любой возможности они загорают. Также много из молодежи посещают солярий, ходят в солярий. В возрасте женщины некоторые, я часто также вижу, пользуются автозагарами. Причем женщина уже ей лет 60. Это уже, знаете, как бы смотрится, как на мой вкус, не очень красиво. Но если им нравится, это их выбор. Как говорится, на вкус и цвет. Потому такой вот интересный факт. Итальянцы, они все загорелые, все с укладками и с чашечкой кофе и сигареткой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Факт номер 10, уже последний факт, значит, ну как его можно сформулировать, я его сформулирую так Они не спешат, итальянцы, начинать взрослую жизнь, то есть они не спешат закончить учебу, пойти на работу, жениться То есть то, что они здесь делают, они все это начинают делать примерно годам, наверное, к 30 Например, если мы сравним с нашими странами, мы это начинаем делать, допустим, в 20 или в 21 Они начинают только в 30 и для них это как бы абсолютно нормально Ребята, этот лох подошел к концу, я надеюсь, вам понравились мои 10 фактов об итальянцах Напишите, пожалуйста, ваше мнение, что вы об этом думаете, согласны вы или, возможно, вы не согласны Также я бы хотела вам посоветовать и порекомендовать этот классный маршрут для велосипедистов Если у вас есть возможность, то, конечно же, постарайтесь приехать сюда и постарайтесь повторить этот маршрут Мы, конечно, его не закончили, здесь можно ехать даже 110 километров до Борме Потому маршруты как и для начинающих есть, так и для суперпрофессионалов уже Поэтому приезжайте, катайтесь на велосипеде Если вам интересно посмотреть о бюджетном отдыхе в Италии, я оставлю ссылку под этим видео Мое предыдущее видео о том, как путешествовать в Италии недорого Посмотрите его, возможно, вы что-то почерпнете для себя новое, интересное Поэтому до скорых встреч, ребята И подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео Пока!